здравствуйте дорогие друзья это максим шевченко вы смотрите мой youtube канал и сегодня у нас очень интересный гость это дмитрий демушкин русский политик многие называют дмитрия националистом я знаю просто дмитрий как храброго порядочного человека и я очень рад что дмитрий вышел из тюрьмы с каторги куда его посадил режим по политической статье ну а дальше я думаю дмитрий сам вам расскажет все что с ним было почему он сел почему вышел и что он собирается делать дальше дмитрий приветствую первого нас да на свободе тебя брат и как говорится как-то уже вдохнул воздух воля вдохнул меня не было какого-то ожидания болезненного этой воли но тем не менее конечно я рад оказаться среди близких друзей своих конечно любой заключенный ждет того дня когда он освободится у меня этот день был неожиданный меня 20 числа февраля повели на суд и после суда независимо даже если бы он принял решение меня отпустить должно было пройти еще 10 дней которые полагаются по закону на обжалование разрешение но так как я освобождался по сроку уже 7 числа марта а если с этими 10 дней там плюс два выходных у меня выходила 4 марта я в принципе судье сказал что они мне не давали позвонить пригласить адвоката который был заявлен в деле я отказался судиться мне нет смысла ну зачем же вам находиться в неволе у нас будет суд формальный как зачем так я четвертого выйду а так седьмого то есть мне с двух с половиной лет вот эти несколько дней разницы никакого собственно эффекта ничего мне не давали на что судья говорит я вас тогда прямо сейчас могу отпустить вот но в принципе прямо сейчас я ему сказал что я не буду я все-таки хочу чтобы была правовая процедура соблюдена чтобы мой записанный адвокат был оповещен либо мне дали позвонить они очень боятся всегда боялись какой-то публичности на их судах они боялись что кто-то будет встречать меня и так далее поэтому категорически не давали связываться в режиме секретности какой-то практически освобождать и в итоге меня просто уже там сотрудники администрации настояли на том чтобы пора уходить тебе но я читал твой текст твое описание того как ты сидел и это было предельно жесткая такая тюрьма то есть я понимаю 8 месяцев тебя держали в шизо нет это не какой-то спец барак или бур что набор сектор усиленного контроля а назывался там второй отряд так называемый все кто когда-то был в покрове в владимирском вот этом лагере все знают что это такое туда обычно на непродолжительное время людей помещают в течение двух недель проводят с ними воспитательную в кавычках что такое воспитательная работа в кавычках в покровской ну если так сказать простонароднее такие пояса то есть где людям создают невыносимые условия и они весь оставшийся срок отбывания наказания делают все чтобы не оказаться снова то есть такая воспитательная профилактическая можно рассказать детально какие невыносимые условия дело в том что я являюсь депутатом законодательного собрания владимирской области начиная с октября месяца и в принципе твой рассказ может иметь серьезные последствия для понимания режима содержания людей на этой зоне вам конечно лучше бы найти людей которые там непосредственно отбывали потому что у меня я могу только за себя рассказать за себя и раз я правозащитная я не занимаюсь правозащитной понимаем все никакой вот у меня был режим заключался в чем то есть я был полностью ограничен в передвижении внутри барака то есть я находился всегда в статическом положении либо я сидел либо я стоял всегда за мной смотрел какой-то человек даже вот выйти в отхожее место то есть со мной шел человек первое время даже там каждый день надо было бриться и даже первое время человек брил то есть станок не давали потом уже дали я сам был со станок забирали тоже также было с ложками то есть ее давали поел отдал это не изолятор это какое-то место наказание то есть изолятор куда поступает каждый заключенный да где смотрят там болен не болен там психически здорово карантин 2 недели карантин 2 недели а ты описываешь не карантин нет это не карантин конечно это уже как бы тебя это были конкретные репрессии тоже барак отряд номер 2 был сектор усиленного контроля а так и значился а чем же ты провинился что тебя сразу кинули туда вот это да я вообще вот в самом то есть лагере непосредственно сидел относительно немного то есть самого начала ко мне были отдельные условия сделаны во первых я приехал на матросскую тишину когда я сразу попал спецблок меня даже не заводили в карантин сразу со сборки меня оперативные сотрудники подняли в шестерку так называемый воровской продул там называется матросской тишине где сидели особо опасные преступники изолированные там большая часть из них отбывала пожизненное заключение но обжаловала его там были люди но я не знаю там я много с кем был там вот эти были с gta-банды вот пострелены с даджики эти да да с ними там сидели был фигурант по немцовскому делу один чеченец с ним сидели был лидер ореховской преступной группировки андрей пылев был там ну там коминальный авторитет слушай мне странно все эти люди обвинялись в тяжелых каких-то бандитских статьях а у тебя 282 статья в принципе ну идеологически прямо скажем и арестовали тебя за размещение какого-то лозунга вконтакте по-моему да да картинка за русскую власть которая использовалась на русском марше согласовывалась в течение семи лет с властями и вот собственно говоря смотри тебя арестовывают за картинку давай условно говоря статью за публикацию вконтакте бросают в тяжелейший значит в тяжелейший блок где сидят люди обвиняемые в убийство в грабежах бандитизм и так далее более того еще там на спецблоке я получил особый контроль это отдельная табличка которая за мной ездила меня выводили гулять там это тюрьма в тюрьме такой маленький трехэтажный спецблок и наверху были прогулочные маленькие боксики куда выводили людей так нас еще и выводили то есть там восемь сотрудников СИН 5 спецназовцев и 2 собаки то есть и это всегда выглядело так что они там очень как будто ждут каких-то эти сам причем прям какой-то враг государства номер один нортос последний осужденный там находился люди которые питерское метро взорвали там сидели у них не было особого контроля а там еще были с такими статьями как ты нет нет почему же такая любовь к тебе я больше скажу когда люди на спецблоке узнавали что у меня два с половиной года лишение свободы за картинку но я во первых сомневались это был быть не может потом они читали если ты мой там приговор он маленький там же на картинку не распишешь но они глядели удивлялись где туда за это тоже оказывается сажают на не удивлялись почему с таким маленьким сроком я туда попал там люди от двадцати лет в основном сидели то есть ну либо там не знаю там киллеры какие-то сказать там сказаний были там похищениями их убийства какие-то то есть это туда даже простых убийц не не сажают то есть это люди которые совершили какие-то тяжкие особо тяжкие преступления то есть там были чиновники да я сидел с зубком василь николаевич замгубернатор от москов области мы причем мы заочно были знакомы он очень конечно он говорит я не думал что прожив жизни буду сидеть в одной камере с демочкиным ну тоже они возмущались почему бы это особый контолю вешают ему но отношу сотрудники да да вот он представляет как бы опасность ему как бы сказали повесь особый контор там же не сказав мне ни слова об этом правда повесили мне в учет и склонен экстремизм у терроризма и склонен к нападению на сотрудников проходильных органов это довольно тяжелый раз я к нам нападал на сотрудника нет ни на по на раз жизни и того было тебя было хотя будто там административка такая те обвиняли в этом Нет, и в деле, собственно, в самом моем, которая в зону приехала, там обоснования не было, то есть там было написано, что Демушкин имеет профессиональные навыки занятия ножевым боем и рукопашным боем, в связи с чем представляют угрозу для сотрудников администрации и других осужденных, все, то есть проявления неустного... Никакого преступных действий, зафиксированных своей стороны, не было. Я сам приезжал к тебе в этот твой спортивный центр, и мы сами там спарринговали по рукопашному бою, там какие-то вот этими пластмассовыми ножами, там ножевой бой. То есть получается, каждый физически сильный человек должен прессоваться и идти вот с таким как бы лейблом. Если у тебя руки длинные, ты спортсмен, например, то ты должен обязательно, мучительно содержаться на зоне. Вот люди из банды ГТА, они были физически очень сильно подготовлены, занимались боксом, у них не было особого контроля там, я думаю, что это эксклюзивно было. Мне такое направление дано. Потом, там как бы на матросской тишине я его особо не... оно на меня никакого воздействия не оказывало, но когда меня повезли по этапу уже, потом мне уже некоторые конвойные сказали, что с таким профучетом люди, бывает, доезжают инвалидами, то есть уже до лагеря. А что значит инвалидами, то есть тебя били в дороге? Там... Ты описал в тексте, что ты приехал синий практически, то есть тебя избивали в дороге? Конвой избивал? Ну, конвой довольно жестко, да, нас вез, меня везли на тросу отдельно прикованному. Как на тросу прикованному? Ну, изначально там трос даже вытягивали из машины. Вот так трос вдоль? И потом, да, там на тросу, то есть... То есть как рабов вот так вот, да, в цепях на этот трос насаживают? Ну, как опасного, то есть опасного преступника. Они же, они еще идут и кричат постоянно, что вот осторожно нападение на сотрудника, осторожно нападение на сотрудника, у которого рабов раньше вели, вот тоже кричали, и вот там тоже такая же практика есть. И когда я приехал, действительно, уже в СИЗО номер один Владимира, со мной даже не стали там беседовать, меня сразу в карцер поместили. Это Централ, да, знаменитый? А там, а нет, СИЗО номер один, да, СИЗО номер один, там даже не беседовали. Меня поместили в карцер, там есть круглая башня такая в виде маленькой круглой, с низким потолком, она ниже земли находится там. И поместили, и первое время даже гулять не выводили, то есть мне было удивительно, что там прогулку объявляют где-то по коридору, а ко мне никто не заходит. Через какое-то время я уже там вопросы пытался поднимать, и меня уже сотрудники, собираясь большой компанией, начали уже выводить одного, отдельно гулять. То есть там я сидел в полной изоляции. Вот я хочу понять, это они тебя так боялись, это было какое-то указание тех, кто тебя закрывал, сломать тебя и так с тобой обращаться? Ну, они со мной не обсуждали, конечно, все эти вопросы. Ну, ты наверняка думал уже об этом. Ну, мне было странно, что, как бы, да, там еще была такая, там довольно тяжелые такие условия были, сырость там, ну, неизбежно человек заболевал. То есть там еще получилось, что у меня не было теплых вещей, они их забрали, и было очень холодно, я помню, там, и не сохло ничего. То есть было все мокрое, и даже вот носки, то есть они на пятый день оставались сырыми, не высыхали. То есть там, я еще там подумал, что это они сюда сажают тех, кто-то туберкулезом у них должен был заболеть, там, потому что такая сырость невозможна. Но, тем не менее, я какие-то там бытовые условия пытался для себя обставлять, но в итоге, конечно, заболел. В какой-то момент мне уж тяжело там было вставать, там общаться только с крысой. Вот мне там удавалось, там крыса ко мне приходила, она практически уже стала у меня такая, не ручная, но... Вот я вставал только из-за нее, что я баланду забирал, ее там подкармливал просто, она там уже рядом сидела. Было же холодно, на самом деле... Она тебя не боялась, да? Ну, она не давалась в руки мне, но когда я спал, она залазила в ноги, и там лежала тоже. Но там был холодно довольно, были такие тяжелые моменты, что замерзало, там тяжело было спать, урывками приходилось спать, надо было вставать, постоянно какие-то упражнения делать физические. И ночь не получалась, то есть по несколько часов получалось только уснуть, потом ты просыпался от холода, и вот я себя поймал на мысли, что даже крыса там, то есть сидела и жалела меня. То есть там был такой момент у меня, что мне снилось, что я хожу и пытаюсь разжечь на каком-то складе огонь, но, естественно, не получается, чтобы согнуть. И во сне, это удивительная такая вещь, я, по-моему, сел и плачу. Мне снится, что я плачу. Я просыпаюсь, смотрю, сидит крыса на задних лапках передо мной, ну, метр где-то вот так смотрит, и у нее даже слезки текут, я говорю, вот ты-то что-то расстроилась. Она сидит и не двигается. Вот, то есть я с ней, один раз я не встал за едой, ну, утро уже было, и было тяжелое такое состояние, уже я болел, температура была, я за ней просто решил за баландой не вставать, то есть уже утром он открыл блондер, я говорю, не надо, и он ушел. Так я первый раз видел, как вот крыса ругалась матом, то есть всю еду я ей отдавал, просто она там подняла такой, там, скорее же, твой. Вот, и потом я начал вставать уже за едой. Потом меня увезли на вот этот ФКУ ИК-2 уже. В Покров. Да, в Покров. Там, собственно, ну, была, конечно, то есть приемка, но ко мне сразу скажу, то есть относились все-таки там лучше, по крайней мере, ну, физического воздействия ко мне не применяли, то есть здесь не могу я ничего сказать, в отличие от других осужденных. То есть со мной как-то они, ну, вообще, на самом деле, когда люди говорят, бьют ли вас, бить это не тяжелый момент-то как раз, гораздо тяжелее психологическое воздействие на человека. Что такое психологическое воздействие? Когда вы не можете абсолютно, находитесь в таком сжатом состоянии, сначала вас пытаются сделать до состояния свести животного, которое просто исполняет все команды, даже самые нелепые, не задумываясь, а потом вы становитесь вообще биороботом в какой-то момент. Ну, те люди, которые психологически не могут противостоять и справиться, они готовы уже на все, то есть им, что бы им ни сказали, даже самые такие вещи, ну, чудовищные, они будут делать, то есть. И, собственно, это так все есть механизм, на это рассчитывается, он уже работает без боев там. И когда вы приходите, и вы не можете двигаться, вы не можете, ну, вы всегда в бараке находитесь, руки за спиной, внутри барака самого. Вы не можете передвигаться, то есть никуда. То есть вы все время находитесь в статическом, либо вы стоите, то есть это 6-8 часов, естественно, там у всех ноги отекали чудовищно, то есть болезнь всех была там. Из-за этого даже соль в столовой не давали, чтобы не способствовала на задержке воды. То есть либо вы сидите, опять же, в стационарной такой, одной позе какой-то, я говорю, даже почесать нос надо было с разрешения. То есть там... Как это почесать нос с разрешения? Ну, когда вы сидите, вот внутри барака, чтобы какое-то действие сделать, надо было спросить, как бы. Вот. Разрешение на это. То есть любое действие. Вы не могли встать, вы не могли там просто, там, не знаю, в туалет пойти, там, или еще что-то сделать. А если ты вставал или, допустим, почесал нос, что бывало? Нет, ну, все с разрешения. Обращение, разрешение. Ну, допустим, ты без разрешения почесал нос. Ну, там за все предусматривалось наказание. Опять же, я говорю, ко мне администрация, меня, я так понимаю, опасались. То есть ко мне мер физического воздействия и более того, мою честь там они не затрагивали. Была на этот счет, я так понимаю, постанова, потому что вот тот актив, который из заключенных в соотношении администрации, там, из 50 человек отряда, 20 это вот этого вот актива. Это такие довольно крепкие люди были, которые, собственно, занимались, ну, в кавычках сказать, воспитанием других осужденных. Насилием по отношению. Ну, конечно. То есть там и физическим, и моральным, конечно. То есть там, как бы, моральное насилие, оно зачастую, конечно, было даже жестче. Я не хотел бы описывать все эти ужасы, которые они там делали, происходили. Все-таки это надо найти тех людей, которые там были. Все, кто там был, они проходили, ну, приблизительно процедуру одну и ту же. Там нету, ну, за редким исключением тех, кого это не коснулось. Я напомню, что мы описываем содержание, ситуацию во Владимирском, как он называется полностью, ИК-2? В ФКУ ИК-2. Да, ФКУ ИК-2 в городе Покрове, Владимирской области. Вот, его потом и до второго отряда спешно в пятый переименовали там. Ну, это уже без меня было, меня уже оттуда перевели. Вот, и по заходу в лагерь, собственно, первый вопрос, который мне там задал, был у нас там начальник оперодела, вот, Саакян Роман Сакович, это как я отношусь к Путину. Меня немного это, конечно, удивило, что в СИН как-то это должно, интересует. Вот, ну, видимо, я не угадал с ответом, то есть, вот, я поехал вот на этот вот отряд. Этот отряд там за глаза называют отряд «Ничего нельзя, номер два». Я пытался попроситься, чтобы там при колонии была церковь, чтобы, собственно, первая моя просьба была, чтобы меня разрешили туда выходить, хотя бы какое-то небольшое, то есть промежуток времени там нечасто, но там получил отказ. И за все время нахождения один раз это исполняющий обязанностный начальник колонии мне разрешил ненадолго туда сходить, вот, а так это было там, как бы, была изоляция. Вообще никуда не на спортивные мероприятия, никуда. Более того, когда вот ввели куда-нибудь в столовую, была команда по лагерю, что идет спецотряд, нельзя было глядеть, все зэки должны были отвернуться, нельзя было выглядывать с барака, а, и нельзя было разговаривать. Это тоже тяжелая довольно ситуация, когда был запрет на разговор на любой, то есть на любой. Разговаривать можно было только во время прогулки, которая фактически там местами упразднялась, то есть она... были моменты, когда вообще не гуляли, а были моменты, когда типа 15-10 минут такие урывки, там ходили вот так по кругу, и разговаривать можно было только вдвоем. И за строго определенные темы, которые там контролировались. То есть, условно говоря, нельзя было за политику, за еще что-то беседовать. Там была церковь видна, нельзя было креститься. Теоретически там людей за это наказывали. Вот, нельзя было... ну, ничего нельзя было. То есть руки за спиной должны были находиться, и вы должны были как бы... Либо по одному... Часто разговаривать вообще запрещали, и на прогулке, то есть ходили все по одному кругу. Либо вот не более двух человек могли беседовать. Ты молился? Да, конечно, я молился, и более того, ну, справедливость ради скажу, мне хоть и со злостью люди глядели, но не препятствовали. То есть, ну, я молился про себя, естественно, не препятствовали. То есть, в отличие от других осужденных, они этого и этого были лишены. Этой возможности. То есть, вот... Как ты молился? Ты правила читал? Или ты какую-то вот от себя от души молял? Нет, читать ничего нельзя, потому что молитвник не разрешался. Ну, может быть, ты наизусть знал там? Конечно, наизусть я знаю молитву, и, конечно, я молился наизусть. То есть, обязательно каждое у меня утро начиналось молитвы. Там все очень было жестко и строго, там все расписано буквально по секундам было, с порядка дня. То есть, когда вы встаете, вам давалось там полторы минуты на застилание кровати, полторы минуты, чтобы пойти в раздевалку, одеться, еще там время, чтобы выйти по строительству. То есть, там все было очень сжато. Там все, все команды делаются на бегу. То есть, все. Вы вроде, казалось бы, находитесь в тюрьме, где у вас много влаги свободного времени. А на самом деле, его абсолютно нет. Вы всегда опаздываете. Ситуация, она искусственно создается, и те люди, которые в отряде делали эти вещи последними, получали наказание в итоге. Какое наказание? Ну, различное. Ну, какие? Я не знаю, какие бывают наказания. Что-то их били там, или что-то лишали еды, например. Еда там была, кухня, но на нее было довольно сложно попадать. Я ходил на нее чаще, чем другие, наверное, многие осужденные, но все равно, то есть, моментами это бывало. Это полчаса в неделю. То есть, два раза по 15 минут. Бывало чаще. Потом под конец уже кухню более-менее открыли. Это уже было почаще. То есть, ну, это там раз в два дня, раз в день даже удавалось когда-то попадать. То есть, ну, чуть-чуть условия облегчались. То есть, начиная с осени 17-го года, чуть-чуть-чуть-чуть все-таки облегчение было на отряде. Вот. Поэтому, то есть, вообще, вот мифы о тюрьме были, что там можно выспаться, абсолютно нет. То есть, спать там вам никто не даст. То есть, вы там спите довольно малое количество времени. Это шутки холода, особенно первое время, то есть, когда мы были. То есть, это постоянный холод. На бараке было холодно. Это где-то было плюс 11, плюс 13 градусов. Не разрешали одевать. А никаких телогрейек же нету, да? Простой хабы или что-то. Запрещали. Первое время вообще запрещали. То есть, тонкое одеяло у вас, и все. И тоже спать, то есть, вам довольно тяжело приходилось. Ну, и плюс к моим профучетам. Еще предполагалась такая функция, что постоянно приходил сотрудник администрации на протяжении всего моего срока. То есть, днем каждые два часа я должен был давать доклад сотруднику на камеру. Что, это зона особого? Это особый режим, что ли? Ну, это общий, но вот в Пакино, там, где особый сидит, люди ездили на Спартакиаду, и там вот люди говорили, что у вас особый крытый. То есть, этот Пакаров, он считается жестче даже, чем... Общий, а ты описываешь так, вот я знаю, в Черном Дельфине такие правила. Ну, вот, каждый, как бы, два часа ко мне приходил сотрудник, я должен был выходить и давать, как бы, свой доклад, все свои установочные данные. То есть, это осужденный Демушкин Дмитрий Николаевич, 1979 года рождения, осужден по статье 282 части 1 на срок 2 года 6 месяцев, начало срока 21.10.2016 года, конец срока 20.04.2019 года, склонен к эстемизму, терроризму, нападению с альпромырных органов, отряд номер 2, ну, или отряд номер 6, уже после у меня был недеустановочные данные. А ночью, соответственно, каждый час приходил уже сотрудник, но там он уже давал доклад, ну, с фонарем, и сотрудники будили... Я хочу уточнить, почему ты должен был на себя наговаривать, что ты склонен к экстремизму, терроризму, если это не было в твоем деле? Ни каких фактов терроризма, никаких фактов... экстремизма, это что такое вообще? Ну, они сами до конца это не знали, потому как, ну, там были люди, которые были осуждены по террористической статье 205-208, это пособничество... Ну да, тяжелые террористические статьи. ...пособничество, либо вот были люди, которые съездили в Сирийскую республику, там прошли лагеря, вернулись и были, соответственно, осуждены. Вот. И они решили не разделять, дескать, эту группу, они долго тоже думали, и в итоге сказали, экстремизм и терроризм у вас, право учет, вот так вот доклады кричите. А был еще кто-то по 282? Нет. Ты единственный? Да, по 282, это довольно такая редкая статья, по ней очень редко сажают в тюрьму людей. В основном это условные 40 или штрафы были, либо она была в довершении каким-то другим тяжким преступлением, то есть там нанесение побоев, там, межнациональные вот это, или там убийство плюс к 105. То есть в чистом виде она в лагере, по-моему, не было никого, то есть я не слышал за нее. Ну, какие категории заключенных ты встречал? Ты, я так понимаю, видел воров, видел подозреваемых или обвиняемых в терроризме, видел мусульман там. Триминальных авторитетов, да, мусульман много. Да. Ну вот расскажи о разных категориях людей, как? Ну, на том отряде, в котором сначала этот бур, вот, я сидел, там были, в основном это были чеченцы, были выходцы из Средней Азии. Чеченцы, которые сидели по терроризму или чеченцы по бандитским статьям? Нет. Там один, по-моему, был, кого привезли с Курска, там, в дезорганизацию он был замечен, на этот лагерь свозили для воспитания еще из других колоний людей попадали. А так, в основном, эти были 205-е, 208-е статьи, то есть это пособничество в террористической деятельности в той или иной форме, либо 208-е банформирование, тоже там, участие и так далее. То есть они, их заставляли, как правило, там взять какие-то там особые порядки, поэтому давали относительно небольшие сорока общего режима, и они, собственно, попадали вот на эту колонию и попадали тоже в этот вот бор сразу. У них было положение довольно тяжелое, то есть, ну, собственно, они выдерживали все, и тяжело, конечно, им тоже приходилось, наверное, тяжелее даже, чем мне, потому что в отношении них никто не боялся ничего делать, ну, и плюс еще с кухней были у них там сложности, потому как там кухня была так сделана, что два месяца, условно, везде добавляли говядину, а потом два месяца везде добавляли свинину. Это сознательно делали? Нет, я думаю, что тут им было безразницы. В курсе пришла говядина, пришла свинина. Да, курица, свинина, да, ну, и, соответственно, люди, естественно, когда приходила свинина, кто-то ее ел, а кто-то из-за религиозных побуждений старался как бы этого не делать. Вот кто этого старался не делать, им, конечно, было очень тяжело, потому что, опять же, активисты, если ты не ел, то это воспринималось как такой акт неповиновения. Мятеж-то. Да, и наоборот, их вообще лишили кухни возможности есть свои продукты, то есть еще к этому. То есть фактически обрекли на голодовку организованную? Ну, организованную режимом? Они как-то пытались выживать, и я уже вижу, что, то есть, ну, что там, я прям так скажу, что приходилось, заходя в баульную, мне воровать свои же конфеты и пытаться, то есть... Что значит, что воровать свои же конфеты? Ну, нельзя брать продукты питания. Вот. Ну, это везде, наверное, нельзя, не знаю. как-то там где-то закрывали глаза, где-то это я делал тайно, и уже им там пытался это распределять, там был у меня, у них старший был, и как-то мы там пытались ему... Мы говорим про общий режим, напоминаю. Да, они, конечно, было очень стыдно им, я это помню, так тема у них была болезненная, потому что человеку был уже, он был в возрасте, и он вынужден был там после отбоя под одеялом, то есть, эти конфеты, и он мне постоянно за это говорил, что это вот, для чеченцев это прям настолько вот тема, говорит, больная, что приходится вот их есть так вот. Для них это, прежде всего, морально, вот больше как бы было. Физическое там... А что, что именно, вот поясни, что было? Ну, что приходится вот так укратко и под одеялом тихонько, да, есть конфеты, чтобы как-то это выжить, то есть, ну, просто физическое будет состояние, хоть там и так как бы тяжелые условия, поэтому, конечно, нельзя было, то есть, чтобы совсем у тебя еще и питания никакого не было, это очень тяжело сказывается, можно было заболеть и так далее, тяжело. А не молились? Нет, молиться запрещено было, молиться было категорически запрещено. То есть, намаз запрещен? Да, конечно. И креститься запрещено? Да, конечно. А когда ты ушел с этого барака, тоже креститься было нельзя? Ну, когда вот тебя подняли, ты писал там, подняли на общий... на режимный отряд уже? Да. Нет, там можно. Там мы ходили в рам, правда, часто не было, как бы, сотрудников, которые могли бы нас туда отвезти, у нас был день по субботам, мы должны были раз в неделю туда ходить, но не удавалось, там, бывало, что и в месяц один раз, но это уже было хорошо, то есть, хотя бы вот так вот, то есть, вот какое-то время и раз в неделю удавалось, то есть, по-разному, там, когда я уже поднялся просто на режимный отряд, вот этот обычный, там уже у меня было ощущение, что меня освободили практически, то есть, там никаких нареканий уже не было у меня. А свидания тебе давали с родными? Ну, вот у тебя переговор прозвучал уже, все ты уже как бы... Короткие, да, у меня были свидания, ни разу мне в лагере ни с кем не дали встретиться наедине, ну, и, собственно, там мало кому удавали встретиться наедине, то есть, там были довольно ограниченные условия, то есть, адвоката не... Также он через стекло при... Я ходил только при присутствии, там, оперативного сотрудника. То есть, подожди, по закону адвокат имеет право с тобой беседовать без свидетелей, без записи, без послушных. Ну, так получилось, что адвокаты не... недостаточно были активные, хотя ко мне несколько адвокатов ездили, а мне оттуда, как бы, не было возможности эту тему поднимать. Конечно, были вопросы, которым я хотел бы обсудить наедине, в том числе, там же ко мне приезжали следователи, то есть, по другим делам. И московские визитеры пытались на администрацию оказывать давление, чтобы они на меня оказали давление. С какой целью? Для, вот, чтобы воспитать его, чтобы более был сговорчивый. Я знаю, справедливости ради, что администрация не пошла в итоге, то есть, на поводу, они даже так и сказали, что, типа, ходите его там воспитывать, можно, но возите его тогда к себе в Лефордово и там воспитывайте. Лефордово, то есть, это ФСБ было? Ну, там разные силы ездили. Там на самом деле ни одного правозащитника ко мне ни разу не пришло, а вот силовики приехали, по-моему, все, которые могли приехать. Видимо, недалеко было и специально они, видимо, меня отвезли, потому что я знаю точно, что сначала этап у меня был в Красноярск и за двое суток его поменяли, то есть, зашел ко мне там оперативный сотрудник и сказал, не волнуйся, Николаевич, поедешь поближе. Я говорю, куда? Он говорит, я забыл, какой город. Ну, понятно, что он не забыл, просто Владимир нельзя было сообщать, все зэки, конечно, знают, что такое Владимир на матроске, туда делают все возможные усилия, чтобы туда не попасть. Это очень тяжелый там режим содержания. Ну, это такой всесоюзный бур, ломка его называют, поэтому туда, конечно, никто не ездил, там ни с кем не беседует, там ты сразу заходишь и с первой же минуты ты должен очень быстро отвечать, исполнять все команды и желательно вообще ничем не запомниться, то есть, те люди, которые там где-то ошибались, у них потом все было очень грустно, жесткие довольно, то есть, были условия содержания. Ну, опять же, я говорю, вот администрация, опять же, на беседах, на беседах личных со мной никакой агрессии не проявляла, то есть, в принципе, нормальное было отношение, мы беседовали, причем, я не знаю, мне говорили, что за всю историю вообще лагеря, я чуть ли был не единственный осужденный или один из совсем немногих, с кем за все время начальник решил пообщаться с этого учреждения, мы общались, вот, то есть, такого у них там не было до этого, то есть, или какой-то там руководитель крупный, то есть, вот, общались, да, такое общение было относительно, то есть, не враждебное, ничего, меня не пытались там перевоспитывать как-то, но условия, конечно, на отрядах, вот, особенно, первый отряд, они были нечеловеческие. А уполномоченный по правам человека Владимирской области Романова хоть раз приезжал к вам? Вы знаете, там заезжали правозащитники, но это выглядело как такая, ну, пародия, то есть, люди выстраивали в строй, вот, они заходили, у вас все нормально, там, там, ну, и сначала качат, здравствуйте, у вас там все нормально, да, кто-нибудь хочет наличный прием, нет, у вас все нормально, да, но они разворачивали, уходили. Ну, категорически была постанова, там, никаких этих самых, потом сказали, там было, что вы, говорят, кричите все хором, давайте в разнобой хоть отвечайте, и потом людей еще и наказывали, которые плохо в разнобой отвечали, там, что они не хотят встретиться ни с кем наедине. Это по поводу всех визитеров лагеря касалось, и право, и правозащитников, неважно кого, на том отряде, где я был, там, актив вот этот, очень жесткий, то есть, постанова имел, я не знаю, это была сведома администрация, или там, они сами это все накручивали, то есть, там, все было очень жестко, там, на любой вопрос надо было дать доклад, ответить, то есть, была такая постанова, постоянно там, завхоз кричал, что тот, кто не дает доклад, уезжает в пидорасы, или тот, кто там не сделает это, будет то. что значит, что уезжает в пидорасы? ну, будет осужденный социальным низким статусом, так называют, в колонии, как бы определенный, что ли, угрожали изнасилованием? там, это все. начальство угрожало изнасилованием? нет, не начальство, актив. актив. актив, да, то есть, который был там, то есть, он, собственно, и занимался, я думаю, что от них там было. а ты знаешь, слышал о том, что по отношению к кому-то применялось сексуальное насилие? я говорю, я не хочу вывозить за других какие-то истории, это я не занимаюсь правозащитной деятельностью, вот, то, что применялись мировоздействия на других осужденных, это, конечно, так, это везде, в любой колонии применяется, но где-то это носит такой совсем характер, когда некоторые люди с утра до вечера только испытывают какое-то воздействие на себя, ну, опять же, к кому-то как относились, то есть, вот. Скажи, пожалуйста, Дим, ну, вот, после этого описания ада, который ты описал, за что это с тобой все случилось? Ты вот понимаешь, что за картинку, что ли? Ну, я не задавал себе особо вопросы, за что нам что-то там посылается, может быть, оно там. Нет, давай сейчас не про Бога, а про государство. Вот смотри, ты политик, да, тебя постоянно помнишь, там что-то врывались домой, НТВ снимало, там что-то водой поливали, какие-то инсценировки они делали, да, но вот так вот взять человека, за картинку, кинуть на такую зону, дать такую сопроводиловку, да, что там экстремист, террорист, то есть, кому-то ты наступил на мозоль, вот что такое, кому-то наступил на мозоль, ты понимаешь? Ну, опять же, здесь мы можем только догадываться, приезжали скоропоставленные силовики, ну, говорили якобы, что от самого верху, что вы там готовили государственный переворот, ну, какую-то вот эту ерунду несли, то есть, там, говорит, может быть, давай ты там сознаешься, я говорю, да я бы и сознался, бы не так обидно было, бы ничего не готовил. Ну, наверное, да, мы где-то раздражали их, то есть, наверное, кто-то вот, ну, не наверное, а кто-то осуществлял постоянный контроль и постоянно думал о том, но они, собственно, не скрывали мне этого, они и здесь еще говорили, что не важно, сколько тебе дадут, важно не только даже сколько, а важно, как ты будешь сидеть, где-то колонию мы тебе подобрали, это еще здесь на свободе был такой разговор, и я уже вот для себя вынес, то есть, я увидел суды, то есть, как у нас проходят, то есть, где вы абсолютно сталкиваетесь с машиной, где вы ничего не можете, то есть, вы заходите в суд, вам говорят, процесс будет закрытый, причем еще прокурор не ходатайствовал об этом, а уже судебные приставы не пускают прессу на первое заседание, потом прокурор ходатайствует, мы открываем закон, открываем конституцию, там написано, что все суды в Российской Федерации проходят в открытом режиме, и сноска уже, что есть исключение, когда в деле есть государственная тайна, когда второе, когда рассматриваются преступления против половой неприкосновенности граждан, где общественность не допускается, и где подсудимый, он является несовершеннолетним, там, защита, как право ходатайствует, и мы, прокурор ходатайствует, просто закрыть процесс, в связи с характером дела, просто такая фраза, и судья спрашивает, а ваше отношение, я говорю, ну вас не интересует так-то мое мнение, я просто хочу, чтобы прокурор ответил, почему процесс закрытый, какое-то обоснование, ссылку на закон, это же не его только желание, он же еще чем-то должен его мотивировать, на что прокурор немоглым глазом отвечает, что если мне было что сказать, я бы сказал, и садится, в итоге суд закрытый, а что такое закрытый суд, это вы не можете вести аудиозапись, естественно, нет видеозаписи, естественно, там кроме вас и вашего адвоката, никого нету, есть только силовики, судья и прокуратура, в результате, вы ничего не можете сделать, грубейшим образом искажают протоколы судебного заседания, вам их не отдают, вам отдают, только их в конце копят, все ваши ходатайства откладывают, в итоге приходят два свидетеля, по характеристике, которые под выпущенными фамилиями написали заявление, один свидетель это пресс-секретарь движения НОД, Федорова, девушка, не знаю, можно называть фамилии, нет, Нагибина, и второй свидетель Хвастушин, начальник московской управы НОД, и которые, право на суде, заявляют, что к Демушкину имеют резко негативное отношение, что он враг, его надо стрелять, то есть негативно, явно такой подтекст, адвокат три раза переспрашивает этот момент, уже его судья останавливает, и говорит, что не надо переспрашивать, мы уже все, несколько раз услышали ответ, что они негативно относятся. То есть это расправа, Дима, ты описываешь просто не суд, а заранее спланированную расправу. Да, так не вылазили от судей сотрудники своих ведомств, они к нему даже вечером поздно приезжали, и в итоге в протоколах этого нет, написано, что свидетели там, не имели никаких мотивации оговорить Демушкина, ничего-ничего, и мы три раза пишем замечания на протокол, и говорим, ну как же так, ну я понимаю, вы искажаете, но не так же прям явно, они же и не скрывали этого. На что нет, сам же судья Филатов отклоняет, молодой, кстати, первая судья отказалась, кстати, меня судить, у нее нашлось все-таки, ну либо страх какой-то, либо, не знаю, там достоинство, то есть первая судья у меня была Леонора Суреновна, армянка вообще, я помню, я же приезжал тогда от тебя на процесс, она отказалась, она отказалась выносить приговор по итогу, она пригласила экспертов, вот этих вот из Чувашии, которые делали экспертизу, и эксперты, ну, ее ошарашили, то есть, собственно, весь приговор жиждился на экспертизе, и эксперт заявил, что излишнее восхваление русского народа повлекло ущемление групп граждан по принципу нерусские, и, собственно, мне же вменяли, у меня нерусские на картинке нигде не упомянуты были вообще, эту группу граждан нерусские, следствие создало некое, что противовес русским. Яковы какие-то нерусские увидели твои лозунги за русских, и испытали страдания. Причем, кто такие русские, эксперт ответить не смог, он сказал, я девушка, она говорит, я не могу ответить на данный вопрос в данном заседании, это, говорит, очень глубокий, тонкий вопрос, я, говорит, профессионально к нему не подходила. Второе, что такое излишнее восхваление своего народа, тоже вот, она как бы не понимает, где излишне, где не излишне, и самое главное, я ей говорю, ну, любой лозунг, если взять, то любое противопоставление, можно, то есть вы кого-то ущемите, например, там, вот, грозный центр мира, да, вы ущемили еще кого-то, вот, в центре грозного сделали глобус. Я говорю, вот, скажите, вот, лозунг «Защитим права трудящихся», он ущемляет группу граждан по принципу тунеяции, и она в суде, и она, вот я вам клянусь, она в суде прям заявляет, в суде, да, ущемляет, я бы дала такое заключение, но здесь судья даже развела руками, и в итоге она с пареньей, прям у нас уже была последняя стадия, вернула дело прокурора города Москвы, и она говорит, я не могу как бы судить, плюс подействовало, что вас пригласили свидетелем, это был очень важный для нее фактор, плюс там союз армян России, азерос, азербайджанцы, там многие написали, русская полосновная церковь написала, очень хорошую характеристику, миссионерский отдел, там, Сергея Лавры, то есть, это повлияло, то есть, она тогда просто, ну, говорит, говорит, я не вижу, на чем выносить обвиненный приговор, за русскую власть у него и все, имперский флаг, на чем, она очень ругала силовиков, там сидела, что что не могло, в Жириновске везде висят предвыборные плакаты, за русских, конечно, вы не могли слепить, говорит, что-то там посущественнее, вот она прям в открытую, говорила, там, ругалась, почему они так на тебя все-таки набросились, и так тебя душили, просто такое ощущение, что кто-то где-то хотел тебя просто уничтожить, вот преступлений за тобой не было, а не просто тебя вот конкретно ненависть, неприязнь лично. Ну, я думаю, это в отношении там всех таких ключевых лидеров, там была оппозиция, вот от националистов я как бы попал, но не один я там, и другие люди преследуются. От левых Сергея Удальцова. Да, то есть, там огромное количество сейчас список, хоть у нас президент и заявляет постоянно, что у нас в России нет политузников, но это неправда, объективно, то есть политузники у нас есть, вот, и то, что они творят в судах, ну, это, вы понимаете, если у вас, ну, почему власть боится судить вас открыто, но если ваша вина очевидна, и везде в новостях, там, этот Станц Натанзон, там, по второму каналу, или НТВ, Антон Талп, он всегда говорит, что претензий к Демушкину масса, что его можно в любой момент посадить, что у него, ну, тогда сделайте публичный процесс, расскажите правду, заявите, почему вы боитесь, что придут люди, придут журналисты, но они объективно боятся, что просто начнут высмеивать, потом судья Филатов, вот этот молодой, там, он, по-моему, 27 лет всего, уже повторно, который меня судил, он тоже закрыл сразу процесс, и он вообще поступил, то есть, еще дальше пошел, он отказался вызывать экспертов вообще, то есть, хотя все обвинение жиждилось на экспертизе, но второй раз он думает, ну, зачем их ввести сюда, он просто отклонил все ходатайства, а вызова и прокуратура, хотя это главное их тоже было доказательство, тоже решил их не вызывать, то есть, вас осудили на закрытом суде, где исказили протоколы, где не вызвали, единственное, кто у вас оформил доказательство, вот эту экспертизу, они еще в Калуге сделали в этот раз экспертизу, и добавили мне еще одну картинку, причем, первоначально, первая экспертиза, Чувашская, тоже эту картинку рассматривала, и ее отвергла, то есть, сказала, что в ней нет состава преступлений, а вторая экспертиза, Калужская, сказала, что есть, вот в этой тоже, и в итоге добавили еще один эпизод, как под копирку, сделали уже две картинки, и у них две экспертизы, получалось, противоречили друг другу, еще было наше исследование сделано, причем, экспертами, которые были опытнее по стажу, в 10 раз, там, два года эксперт стажа, у нас было 20, то есть, сделали мы исследование, которое вообще не стал судья рассматривать, и даже два противоречия, они пишут в приговор, потом говорят, что полностью состыкуются, там, сведения, экспертиза, и так далее, хотя, ну, как состыкуются, ведь одна пишет, нет состава, а вторая пишет, есть, но при этом сомнения в самой экспертизе, пишет сам эксперт, Калужский уже, московские эксперты, отказались сделать эту экспертизу, они в МИЦ, в деле это есть, сначала в МИЦ послали, но почему-то через месяц следователь из МИЦа забрал эту экспертизу, и отправил в Чувашу, но почему он забрал, это понятно, потому что через месяц там он просто ответили, что здесь ничего не будет, потому что МИЦ, все-таки люди там дорожили своей репутацией и дипломами, это уже потом мы выяснили, что такое, ну, вот этот вот центральный у нас, вот, институт, который делает все исследования для прокуратуры, МВД, ФСБ и так далее, московские эксперты отказались в этом участвовать, то есть они, ну, увидели, там, они возбудили первоначально дело, там же семь картинок, они семь дел, ну, давай, чтобы не погружаться сейчас в это дело, мне хотелось бы третий этап, уже завершающий нашего интервью, первый тюрьма, второй суд, и третий, как бы мы назад отматываем, да, вот твоя политическая деятельность, ведь твой путь достаточно необычный, мы с тобой, помнится, познакомились по переписке сначала, да, в интернете, до начала достаточно жестко как-то обменялись, потом сказали, друг другу написали, давай встретимся, встретились, я даже помню, и, ну, я лично, мое было впечатление, что я вижу перед собой честного, русского, православного, молодого человека, который ищет, ищет себя в этой жизни, который любит свой народ, и потом меня поразило, когда ты, я же тогда тебе сказал тоже, вот, попробуй поговорить с кавказцами, помнишь, этот был разговор, да, у нас? Наверное. Да. Уже много лет. И потом ты поразил всех, как ты поехал в Чечню, потом ты был в Дагестане, на Кавказе, в Чечне, в Кабарде, в Кабарде, подружился с многими из них, и в Инстаграме тебя, Рамзан Кадыров, по-моему, там называл тебя братом, если мне не изменяет память. Ну, всегда у русских националистов стояли вопросы перед нами, которые всегда, в принципе, требовали общения, но, причем, сами кавказские элиты, в свое время я заметил, когда мы начали общаться, удивлялись, почему никто не приходил и не заявлял, как бы, свое право беседовать от русских. Они постоянно искали собеседника, который мог бы формулировать четко повестку русских националистов и вообще русских людей, то есть, там, не важно национализм, не национализм, то есть, русский народ, он тоже имеет, как бы, свои там особенности, какие-то свои здесь задачи. Зачастую, где-нибудь в регионах, когда происходили какие-то конфликты с русскими, то диаспора, она всегда имела возможность аккумулировать там деньги, связи какие-то на уровне там городов, да, а вот за русского, как правило, только мама его старая, сына там стояла или еще там какие-то близкие родственники и такое ущемленное было положение и много вещей требовали именно не какого-то там силового, хулиганского, потому что решения не было, а разговора, то есть можно было прийти, потому что для элит, вот кавказских, они же не заступаются за хулиганов, вот им не важна судьба там, вот непосредственно какого-то хулигана, если мы на уровне берем элиты, то есть для них гораздо важен там имидж там своих республик там, то есть когда идет негативное в СМИ оттенок, это все попадает, какие-то конфликты вот эти, то есть для них зачастую этот конфликт гораздо удобней и выгоднее решить, даже если они где-то ущемлят своих там соотечественников, но если они не правы, почему нет, то есть они для них там, я увидел, что не будут заступаться за каждого там бандита, наоборот, легко помогают даже разобраться, вот мы же делали тогда вот эту службу Шамсайлом Саралиевым, и это было сведомо, то есть главы Чечни, и там и Союз Армян, и Азерос. Когда возникал какой-то конфликт между молодежью, условно говоря, чеченской и русской, вы создали такую службу быстрого реагирования, я просто поясняю, когда можно было позвонить, и допустим, ты приезжал, условно говоря, и сразу как бы осаживал русских ребят, которые рвались в бой, и приезжали чеченцы, которые осаживались. Там мы сделали три направления, то есть его потом это попытались украсть, наша доблестная власть, сделать это все без нас, но ничего в итоге не получилось. У них ничего не получилось, я наблюдал. Я заметил, они даже абзацы моего текста в своих документах воровали откровенно, забирали это все, но в итоге собирали аксакалов, которые... Которых молодежь, как говорится, не воспринимает. По два часа читали длинные речи за советский опыт, обменивались шашками, орденами друг друга вручали, и на этом все заканчивалось. Там Манежная площадь случилась, а они там фестиваль песни и пляски в ответ делают. Но это группы, которые не соприкасаются, не дерутся на улицах. А мы создали именно группу, которая взаимодействовала с теми силами, которые на улице сталкиваются. Первое, это мы там проводили, ну это чеченская была сейчас тема, учет вообще чеченцев, где они в каких вузах находятся, где там старших... Мы это совместно с чеченцами, не вы? Да, да. Ну учетом, конечно, там чеченская сторона занималась, мы туда не лезли, они там сами эту работу вели, плюс другие диаспоры подключались. Второе, это было больше уже на нашей стороне, это были люди, которые занимались мониторингом конфликтов. То есть все основные, там скинхедовские, фанатские, такие радикальные паблики, мы везде, везде, где люди обращались за поддержкой, пытались собрать каких-то людей для какого-то конфликта, мы, соответственно, предлагали конфликт решить. Фактически вы действовали по принципу патриоты своих народов, договариваетесь и давайте жить в нормальной ситуации. Не обязательно договариваться, имелось в виду, что там были конфликты, просто криминальные. Ну это и есть, когда ты пресекаешь конфликты, это и есть общественно значимая гражданская работа. Да. А третье уже было непосредственно, о чем вот как раз сказал. То есть это вот эти группы быстрого реагирования, они были национальные, то есть мы не ездили, никого не упрашивали, там каждый ездил к своей группе этнической. То есть чеченцы решали вопрос с чеченцами, соответственно, если попадались там азербайджанцы и так далее, тяжелее всего было с выходцами Дагестана, которые были очень сильно разбиты. Там аварцы, дагестанцы разные. Да, да. С разных. То есть зачастую тяжело было найти авторитетов, потому что не признавали. Мы поезжали на конфликт, где стояли дагестанцы в майках 0,5 не рус, Дагестан не Россия. И у них авторитет был до кумаров на тот момент. И, конечно, им никто не мог позвонить с Дагестана, чтобы они там отошли или что-то. То есть в итоге там чеченцы тоже делали, участвовали, чтобы это все погасить. И зачастую часто за чеченцев себя как раз выдавали, в том числе и дагестанцы. То есть смотри, я хочу понять просто, я не понимаю. То, что ты рассказываешь, это общественно значимая, социально значимая, гражданско значимая, государственно значимая деятельность, за которую ты не получал никаких грантов государственных, как я понимаю, да, которые ты делал просто потому, что ты ощущал себя ответственным за этих молодых ребят, которые там на улице где-то с ножами, с кастетами друг друга убивают, ломают. И тебя бросают в тюрьму все равно. Ну, меня не за это бросили, они в тюрьму. Ну как? Ну неужели это не учитывалось? Вот сказать, ну да, вот вы там, допустим, ну вот гипотетически, да, Дмитрий, допустим, вы неправильно лозунг разместили, но так как вы занимаетесь деятельностью, занимались, которая очевидно снижала уровень насилия на улицах Москвы, вот типа мы там вас предупреждаем, что не надо делать такие лозунги. А я больше скажу, первая судья, которая была, вот армянка как раз судила, когда она открыла, там же 5,5 тысяч фотографий было на странице, и она открыла, и там очень много было фотографий с Кавказа, с представителями кавказских элит, различных движений, где мы стояли, и некоторые даже в обнимку. Но я помню, я это выступал же, я же это не... Да, и получилось так, что на одной, по версии следствия, картинки разжигалась в межнациональной розни группе граждан не русские, причем тем, что за русскую власть, а на второй, наоборот, пропагандировалась межнациональная дружба. И на нее как раз это произвело впечатление, она эти картинки все переглядывала, потому что она действительно глядела, где с представителями многих... Они, наверное, специально армянку поставили еще, думая, что сейчас вот, как говорится, будет. Да, она-то как раз... Она оказалась порядочной, дай ей бог здоровья. Она не захотела просто на себя брать ответственность поначалу. Я знаю, что мне люди сказали по секрету, что она все-таки вынесет приговор, причем она там предложила, говорит, что давайте там вы возьмете все-таки на себя вину, и мы дадим минимальные наказания, не связанные с лишением свободы. Для меня было неприемлемо это, то есть признать вину, потому что, ну как вы можете сознаться... Ты ни в чем не виноват, Дима, я вообще не понимаю. В паблике разместить, господи, заходишь там в Фейсбук или ВКонтакте, там масса карикатур, каких-то плакатов и так далее. Кстати, после того, как меня осудили, правительство Москвы и ГУВД согласовывало акцию с главным лозунгом, за которым меня посадили на Щукинском поле, 1 мая, несли этот баннер, 10-метровый, другие уже люди, и абсолютно никаких нареканий. Что там написано было? Россия, русская власть. Вот за это меня посадили. Россия, русская власть. За это меня посадили. Вот, эксперт сделал заключение, что излишнее восхваление русского народа повлекло ущемление губражнам. По принципу, нерусские создали вот такую общность. Причем, вот сколько я нерусских встречал на Матросской тишине, в лагерях, там, все, кто это читал, я не видел ни одного, кто бы мне сказал, что, типа, вот меня это сильно задевает, что это вот, и никто не сказал. Все думают, ну вы там людей били, может быть, вы там, наверное, это, наверное, а потом читали и говорили, ну, такого не может быть. За это не могли посадить. Тем более, дать реальное лишение свободы. И то, что они потом декриминализировали, они, кстати, везде сейчас заявляют, что вот, благодаря, там, поправкам, там, президента, инициативе, там, Демушкин вышел на свободу и так далее. Но часто упускают момент, что я вышел на 15 суток раньше положенного срок, то есть два с половиной года-то я отсидел. 15 суток, ну, конечно, спасибо. Я-то всегда выступал вообще за отмену этой статьи, которая, на мой взгляд, является просто статью за мысли деятельности. Она чудовищная. Я еще понимаю, где есть конкретные призывы к расправе, где есть последствия. Ну, и кодекс и так предусматривает наказание за эти действия, там, подстарикательство и так далее. У нас есть эти статьи, которые можно использовать для этого. Но когда в любую вашу фразу заказной эксперт силовиков может написать заключение, что вы, там, разжигаете и так далее, причем в любой группе, там, социальный, властный, там, половой, любой, там же оно очень широкое поменение. Вот о будущем. Что ты сейчас будешь делать? С твоим опытом каторги, политической причем каторги. Я настаиваю, что Дмитрий Демушкин – это политзаключенный нашего времени. Человек, который сел, Дима, это моя позиция, за свои взгляды, за свои убеждения и за нежелание отказаться публично от этих взглядов. Вот сейчас ты что будешь делать? Ну, довольно у меня сейчас сложная ситуация. Я не буду сейчас создавать новых партий и движений. Даже не потому, что я опасаюсь, хотя я, конечно, как нормальный человек, я опасаюсь преследования, я понимаю, что силовики могут сейчас инициировать, возбудить дело, там, не знаю, найти, обвинить меня в изнасиловании, там, в хранении наркотиков, я не знаю, там, гранатомет найти у меня в машине, еще что-нибудь. Я понимаю, я видел, как это все делается, и я видел, что нету никаких механизмов, к сожалению, противостоять этому. Кроме публичности еще, в какой-то степени. Только, да. В какой-то степени. Ну, публичность вас вот на лагере не убьют, может быть, то есть, это вот, она в этом вас спасет. Но, опять же, вы туда все равно поедете, потому что процесс ваш закроют, чтобы он не... Хотя, они очень большие сдержки понесли на этом процессе, он сам освещался. Вот. Движения создавать я никаких не планирую. Ну, естественно, у меня все равно будет активная гражданская позиция, то есть, и мое интервью, и мое, то есть, отношение ко всему не изменится. Но еще к этому, конечно, мне надо еще сейчас пойти в себя, мне надо подумать о семье, к сожалению, у меня жена не выдержала, то есть, этих испытаний ушла, нашла там себе еще кого-то, видимо. Ну, то есть, надо заняться вот еще и семьей, потому что уже возраст у меня подходит, а все я тратил на общественную деятельность. Но, конечно, я все равно свою активную гражданскую позицию, мой опыт, никуда не денется. На сегодняшний день русско-национальные движения находятся в разгромленном практически состоянии, полностью организованной формы практически не существует. А Саша Белов где сидит и как сидит? Саша Белов на сегодняшний день сидит дома под домашним арестом. Да, он под домашним. У него будет приговор по суду, у него отменили один из приговоров по экономическим как раз составам, но вот сейчас мы ждем, чем закончится это разбирательство. Он ограничен свободе дома. У него абсолютно такая же позиция сегодня, как и у меня. Он тоже, конечно, не настроен сейчас участвовать в активной политике, но у него еще ограничение свободы, плюс к этому идет несколько лет ему дали. То есть, он не может участвовать. Ты потенциально же в правах не ограничен, ты можешь избираться, быть избранным, выезд за границу у тебя открыт. Да, я не ограничен с меня. Потому что статью-то перевели на административную фактически. Сняли судимость, да. Сняли судимость с меня, да. Отменили приговор от одногазерства суда за 15 дней до освобождения. Да, я никак не ограничен, но, естественно, я ограничен силовиками просто, их давлением, потому что... Ну, можете в монастырь тогда поехать на какое-то время, помолиться, отдохнуть. Может быть. Душой, на афон, может быть. Я даже не до дома вот доехал, уже через буквально там какое-то время вломились силовики и дали мне, уже вечером, поздно это было, меня вечером отпускали, подписку обязательной явки весь следующий день там. На каком основании? Когда у тебя нету профучета, надзора над тобой нету? Ну, вот тем не менее, меня как судимое лицо там УВД наше пыталось поставить на контроль, взять у меня там дотилоскопию. Ты их поставил на место юридически? Ну... Она сильная и, конечно, когда сталкиваешься с человеком с такой судьбой, то очевидно, что Бог имеет на тебя какие-то планы, какие-то замыслы. Потому что есть такое же выражение, да? Бог испытывает того, кого любит. Да. Главное, что внутри нас. Конечно. Все это было. Поэтому я желаю, уверен, что и все, кто смотрит сейчас, желают тебе силы, желают тебе Божьего благословения в твоих делах, добрых, злых дел. Я не слышал за тобой и не знаю никаких. И поэтому, брат, приходи в себя, отогревайся, будь здоров. Мы люди разных взглядов, мы с тобой вот разных взглядов по каким-то вопросам, да? Может быть. Хотя я не вижу принципиальной разницы. Ты говоришь об унижении русского народа. Я вижу это унижение во Владимирской области. Разоренные села, разоренные города, безработица, разрушенные школы, больницы с коридорами, покрытыми плесенью. Людей, которые получают 11, 12, 13 тысяч зарплаты. Начальство, которое живет, шикуя, имеет собственность за границей. Я желаю тебе всяческого здоровья прежде всего. Я желаю тебе отдохнуть. И желаю, чтобы ты нашел себя в этой жизни. Я думаю, много людей после просмотра этого интервью будут тебе желать того же самого. Будь здоров, дорогой. Спасибо. Я так вот не понимаю. Мы просто на вы или на ты не осудили. Мы и так, и так. На ты, на вы. На ты, конечно. Да. Так, да. Ну, дай бог, чтобы у всех у нас все было хорошо. Тяжело сейчас, конечно, в стране. Меня все сейчас вот подбивают. Говорят, уезжай. Потому что здесь, говорит, не будет жизни. Но если все уедут, то что здесь будет в итоге? Все-таки мы должны остаться. И если есть возможность. То есть не могут все уехать. То есть вот и так уже мы потеряли столько людей. Вот отъезжают. Я вышел как выжженное поле сейчас. То есть я кого вот не вспоминаю. Они либо уехали, либо посажены, либо находятся под таким давлением, что они со мной, встречаясь, боятся поздороваться. То есть они боятся, что они со мной где-то сфотографируются, поздороваются и где-то зафиксируют. Это уже будет достаточным основанием, чтобы к ним применяли какие-то меры воздействия. Но это невозможно так жить. Я считаю, что власть сама себе создает в будущем большие проблемы. Потому что вот этот вот пар, накопившийся, он все равно будет лопаться. И они сами, делая вот это полицейское, то есть тотально, с контролем государства, сами пожмут в итоге все эти проблемы. Это был Максим Шевченко. У нас сегодня в гостях был Дмитрий Демушкин. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Будьте здоровы!